В первую очередь, конечно, благодарность абсолютно всем организаторам лица Баудина Хаджи, в лице нашего старшего брата Мухаммада Хабшинского. И хотелось бы отметить именно вот такие маджлисы и то, что проходит до маджлисов. Мы сюда пришли уже в готовое место покушать, поговорить, послушать. Люди, которые занимались тем, чтобы нам это все было удобно, это есть наши братья. И вот подобные маджлисы, подобная работа во благо общества, она и есть то, что нас с вами объединяет. Также здесь уже про братство было сказано, затрагивалась эта тема про братство. В первую очередь, хотелось бы отметить насчет тасафуха. Что такое тасафуха? Это вот это рукопожатие. Потому что со знакомым человеком, также с незнакомым человеком, при встрече то, что мы делаем, это вот это ассаляму алейкум варахматуллах и пожатие руки. Каким оно должно быть, какова этика этого. Удлинять я сейчас не буду, потому как и так наш маджлис затягивается. Необходимо знать, сам пророк нам говорит, что минимумом приветствия является ассаляму алейкум варахматуллах, а максимум, чтобы мы пожали обеими руками руку нашего брата. И на самом деле, когда с уважением, с улыбкой на лице мы пожимаем руку брата, уже изначально симпатия к друг другу бывает у людей. На сегодняшний день, к сожалению, этот ассалям по-разному люди дают. Как-то вот пренебрегая и так далее, и первое впечатление у человека именно на этом ассаляме строится. И начинается то мнение о человеке, что он гордый или же нет. То есть понравится тебе или нет, зависит от этого. И потому как мы с этим действием каждодневно связываемся, в любом случае, хотим или нет, мы жмем руки друг к другу, необходимо знать, что это следование хадису пророка алейхиссалату ассалям. Он говорит, что во время предыдущих пророков был поклон, в наше время пришел, говорит, во время ислама именно рукопожатие. Поэтому, если мы это рукопожатие, которое делаем, будем совершать с улыбкой на лице, и следуя судне посланника Аллаха алейхиссалату ассалям, за это, конечно, отдельная награда тоже будет, и наш нрав тоже, иншалла, будет потихоньку воспитываться. И насчет улыбки, я говорю, мы знаем, что один из праведников сказал, ты, говорит, не сможешь своим имуществом удовлетворить всех. То есть твоего имущества на всех не хватит, говорит. Но твоей улыбки и твоего доброго слова, оно хватит на всех, говорит. Оно не будет уменьшаться от того, что ты его выговариваешь и по отношению к кому-то высказываешь. Поэтому это первым фактором является, который служит именно объединением для братьев. Это рукопожатие. Вторым фактором, как здесь один из векторов, руководитель отдал упрощение по району Абдулла говорил, это объединение вокруг одного человека. Вокруг одного, и на сегодняшний день, конечно, если мы будем объединяться вокруг того, что для нас завещал посланник Аллаха алейхиссалату ассалям, лучше этого для нас ничего не будет. А кто до нас это доводит, это алимы, это наши имамы и так далее. Теперь качество, которое должно быть в алиме, как Ибн Хальдун это пишет, это великий муаррих, и все остальные тоже алимы согласны с этим. Из их слов выходит именно это. Алим должен содержать в себе четыре качества. Это ад-дин, религиозность, альму, конечно же, знание. У него должно быть понятие о политологии и о социологии общества. Для чего это нужно? Это нужно для того, чтобы вот эта религиозность, которая в нем есть, и те знания, которые у него есть, чтобы довести до общества. Социологию общества он должен знать, чтобы на каком языке и по каким понятиям правильно преподносить для них это знать. И для того, чтобы продвигать это во всем районе, он должен знать политологию тоже. Эти политические моменты. Не та политология, не та политика, которую на сегодняшний день ведут чиновники. А в общем, у него должно быть представление, как продвигать вот те знания, которые нам завещал посланник Аллаху алейхиссалату вассалям. Теперь о том, что нас объединяет, тут сказали, теперь я скажу о том, что нас разделяет, и от чего следует остерегаться для того, чтобы объединиться. Посланник Аллаху алейхиссалату вассалям говорит, что три вещи есть, и они являются дверями всего плохого. И как раз таки вот разделение среди братьев, которые есть, из-за этих трех вещей бывает. Первое, это алчность. Алчность человека. Алчность, мы знаем, Адаму алейхиссалям из рая был выведен, в этом, конечно, большой хикм, большая мудрость была для того, что посредством этого священного Аллаха создал нас, создал посланник Аллаху алейхиссалату вассалям, лучшего из творений. Но его вывели непосредственно, именно это действие было сделано из-за вот этой алчности, которая склонила их к тому, что они съели запретный плод. Следующее качество, это зависть, которая бывает в человеке. Первое убийство мы знаем, Кабиль-Кабиль, сыновья Адама. Это убийство произошло на фоне зависти тоже, двух родных братьев. И третье качество, это у нас надменность, гордость человека. И поэтому хотелось бы по поводу каждого из них, чтобы у нас понятие было, как от этого остерегаться. И чтобы мы суть поняли, привести историю. Абдуллах ибн Джафар однажды, он находился у себя в саду, отдыхал. И там находился один из рабов. Он увидел, это был не его раб, он увидел раб и другой сад, в котором находился этот раб. И этот раб, ту еду, которая была предназначена для него, он одоламывал и кормил собаку. Он кормит собаку, и он так кормил, что у него уже еда заканчивалась. И он и закончил эту еду полностью, он отдал эту еду собаке. Теперь он говорит ему, он спрашивает его, не слишком ли ты щедро, говорит, по отношению к этой собаке. Этот раб отвечает, это не сподвижник, это раб, просто раб, который был на то время. Он отвечает, эта собака, говорит, она издалека пришла, в этой местности собак не водится. Она пришла издалека, поэтому ей это больше необходимо, чем мне. И теперь Абдулла ибн Джафр спрашивает, а сколько ты вообще получаешь за работу, говорит, в течение дня. Вот это и было, говорит, все, что я получаю в течение дня за работу. То есть теперь удивляется Абдулла ибн Джафр и говорит, в Аллахе, говорит, не я щедрый человек, а на самом деле ты являешься щедрым человеком, который все, что у тебя есть, отдал, говорит, собаке. Он выкупил этот сад, выкупил этого раба и освободил на пути священного Аллаха. То есть у нас тоже с вами, когда к нам те или иные братья подходят с какой-то проблемой, сразу их так отшивать, так сказать, что не получается говорить, не стоит нам хотя бы поинтересоваться и узнать, в каком положении они находятся и ту помощь, которую мы можем по отношению к ним совершить, чтобы мы совершали. Потом, говоря о зависти, пророк, имам Ахмад рассказывает, хадис от Анаса, Анас говорит, однажды мы с пророком сидели, говорит, вместе с подвижниками, пророк, и теперь посланник Аллаха говорит, сейчас придет, говорит, человек, который является любимцем Всевышнего Аллаха, лицо которого освещает и так далее, то есть хорошие эти качества, рассказывает он. Человек из Ахлюль-Джанна, говорит, сейчас зайдет, то есть райский обитатель, сейчас он появится, вы его увидите. И появляется человек, только совершивший омовение, у него еще по бороде эти капли от омовения текут, в левой руке у него эти сандалии. И так трижды повторилось, три дня подряд, пророк говорил так, и этот человек появлялся. Теперь одному из подвижников, Абдуллах ибн Амру, ибн Аль-Асу, ибн Аль-Асу стало интересно, что же он такое делает. Он попросился к нему домой, он сказал, что у меня дома проблема, я хочу остаться у тебя, говорит, некоторое время. И три дня наблюдал за этим человеком, о котором посланник Аллах, алейсаляту ассаляму, так отзывался. И он не заметил в нем, что он на какие-то дополнительные молитвы, на тахаджуд встает, или еще что-то делает. Единственное то, что он увидел, что он вот какой-то дуа, что-то читает перед сном. Теперь прошло три дня, и теперь Абдуллах ибн Амр говорит, а тебе, говорит, посланник Аллах, алейсаляту ассаляму, так-то и вот так-то отозвался. Но я, говорит, в твоем Амале ничего такого совершенного не увидел. Скажи, говорит, мне, что в тебе такого есть, из-за чего ты достиг такой степени. Теперь он отвечает, он говорит, во мне, говорит, я не вижу ничего, что есть что-то такое. Но единственное, говорит, то, что я думаю, я, говорит, когда ложусь спать, говорит, у меня, говорит, зависти или какой-то неприязнь и так далее по отношению к моим братьям не остается, говорит. Я прошу прощения Аллаха за себя и за них, и никогда, говорит, с этой завистью не ложусь спать. И теперь Абдуллах ибн Амр говорит, вот это качество есть, которое нам тяжело практиковать. Даже с подвижником было это тяжело практиковать. Нам с вами тоже это будет тяжело, но после каждой тягости облегчение тоже бывает. Поэтому нам следует знать, что человек, даже дополнительный Ибадат не совершая, просто если он будет не иметь зависти в сердце по отношению к своим братьям, иншаллах, Рахман, Аллах его до великой степени доведет. И насчет Кибру, тоже скажу, Кибру это у нас горделивость, гордыня человека. Из-за этого тоже бывает раскол среди братьев. В общем, об этом говорит, раскол он бывает, горделивость появляется, когда человек видит в другом человеке какой-то недостаток и считает его не своего уровня. Насчет этого как раз таки наш муфти, он приводит это из других книг и говорит, недостатки в братьях не находят, кроме как сам человек, который является содержащим в себе недостатки. Поэтому пока в тебе есть недостатки, ты будешь недостатки находить тоже в братьях. Поэтому нам необходимо в первую очередь над собой работать. У имама Шаарани тоже спрашивает один из его мюридов. Я, говорит, хочу к своему брату в гости пойти, говорит, но я боюсь, что я займу его время этим. Как мне следует поступать? Он говорит, ты главное свое намерение очисти. Ради Аллаха выходи к нему. Дальше как получится, уже говорит, сам уже разберешься. То есть главное очистить намерение, потому что с чистым намерением пойдешь, не для того, чтобы от него какую-то выгоду получить, а с чистым намерением ради Аллаха. Он говорит, даже если занят будет, он этому обрадуется. Поэтому в первую очередь нам надо вот то, что в нас есть, эти плохие качества вывести, потом уже нам это братство держать тоже намного проще будет. И последним фактором является на сегодняшний день вот эта наркомания. Наркомания, алкогольно-определяющие напитки, наркотические вещества. И об этом, скорее всего, уже, я хотел эту тему затронуть, но об этом еще варахман, следующий лектор, расскажет. И он нам талфик, потому что мы здесь сказали, сегодня услышали, запомнить это и этому следовать. Аль-Хамду лиллахи, Робби лаламин.